Музыка Тогда было, мне кажется, детство трудное, надо было за себя постоять. Работаем легко, спокойно и аккуратно. Девочек берете? Да. Для себя они могут заниматься, потому что это здоровый образ жизни, ну и смогут за себя постоять. Здравствуйте, в эфире программа «Спортлица». Российский боец ММА Федор Емельяненко однажды сказал, победитель не всегда тот, кто сильнее, но тот, кто готов уйти до конца. О том, как обучить сильных спортсменов и воспитать силу воли, узнаем у нашего героя. Знакомьтесь, Алексей Гаевский. Здравствуйте. Алексей Гаевский, мастер спорта Украины международного класса по кикбоксингу, тренер по тайскому боксу, судья всероссийской категории, руководитель спортивного клуба. Мне, как человеку, не следующее. Можно показать что-то из тайского бокса? Возможно, что-то не сильно тяжелое. В принципе, можно. Можно попробовать. Несколько колбаров. Давайте, что мне для этого нужно? Для начала наденем перчатки. Давайте. Я уже у одного боксера спрашивала. Спрошу у вас, почему перчатки? Варежки же все-таки. Нет, перчатки. Варежки – это зимние варежки. Потому что это для спортсменов? Для спортсменов, да. В первую очередь, когда противник, так сказать, на улице пытается обычно схватить за плечи, просто элементарно ударит двоечку. Это как и в боксе, так и в тайском боксе. Вот он хватает меня за плечи. Просто хватает за плечи. Раз, два. Подбородок. Два удара. Попробуйте. С какой руки начинать? Слева. Обычно слева. Вот так и вот так? Да. Ну, давай. За плечи пошире. Раз и два. Да? Так, раз, два. Подсекаем логоточек, уходим в сторону, скручиваем, показываем колено. Тикаешь, закручиваешь, колено, меняемся. С чего начался ваш спорт? Ну, мой спорт начался с 88-го года. Тогда было, мне кажется, детство трудное. Надо было за себя постоять на улице. Ну, пришел с ребятами в зал бокса. Занимался боксом. Затем в 90-м году стал заниматься тайквондо. Ну, и где-то с 95-го года начал заниматься тайским боксом. Почему появилось это желание? Откуда? Ну, хотелось быть крепким, здоровым, сильным, выносливым. Потому что я сам маленького роста. Ну, и хотелось за себя постоять. Как родители тогда отреагировали? Главное, чтобы не пил, не курил, вел здоровый образ жизни. Поэтому были довольны. А мама, ну, все-таки травма, любимый сын? Я из многодетной семьи, поэтому травмы нас не пугали, нашу маму особенно. Спокойно реагировала, да? Побьют и ничего страшного. Следующий раз, сдачный раз. Как часто били в начале? Часто били и в начале, и в последние годы моей карьеры. Очень много и в нокауты падал. Потому что такой спорт жесткий. Какие-то самые серьезные травмы были? Перелом переносится. Как долго отходили от этого? Полгода тренера не допускал к тренировкам. Не было желания после такого вообще перестать заниматься? Нет, наоборот, желание появлялось еще больше тренироваться, готовиться и быть лучшим. Бытует мнение, что спортсмены плохо учатся в школе. Вы в 13 лет пошли в спорт. После этого как-то изменилось ваши успехи школьные? Да, я действительно учился плохо. Все время был в спортзале. Хотя мои воспитанники, мои спортсмены, очень многие отличники в школе, в колледже. Вот сейчас учатся. Есть ребята, ну, правда, спортсмены уже возрастные, стихи пишут. Ну, такие как Вилей, все это халил. Поэтому... А с чем это связано вот у вас было? В основном спортзал. Спортзал, спортзал, спортзал. Родители сильно не обращали внимания к моей учили. В основном спортзал, поэтому только тренировки были. Не жалеете сейчас? Нет. Ну, то есть, все равно я закончил запрошенный с вами университет. Получил лучшее образование, преподаватель физической культуры, воспитания. Поэтому, в принципе, все идет как положено. Все не зря? Да. Если говорить о спорте, я так понимаю, это большая часть вашей жизни. Все-таки какие-то увлечения, хобби, как отдыхаете? Горы. Джип, горы. Куда любите ездить? В основном Крым. А по Крыму, вот какое-то место, где вот вы чувствуете прям, что это ваше место силы? Есть что-то такое? Мангук в колене. Локоточек поднимаешь и шагаешь сюда. Шагаешь. Вот, хорошо. Когда на вас кто-то идет, вас угрожает опасность, и ногой встречаете, пяточкой в ногу. То есть это уже может даже провести травму к человеку, колено-суставу. Вот, остановили. Так же идет, вот здесь остановили. Попробуйте. Давайте. Просто вот так. Просто ногой, да. Чуть выше коленного сустава, чтобы сейчас не травмировать молодого человека. Так. Побыстрее можете. И раз. Пяточкой. Пяткой. Так, нам надо вот так вот попасть, да, получается? Да. Вот так. И оттолкнуть его от себя. Это обычно, когда у людей не хватает растяжки, в живот они не могут. Ага. Ну, на стасском боксе это тоже применяется удар, он разрешенный. Матвей, не спеши. Никита, не спеши. Ответ, Саша, ответ. Когда начали тренировать? В 98-м году стал помогать своему тренеру, проводил разминки. Ну, а полностью тренингской деятельностью занялся с 2004-го года. Почему? Мне нравится это. Нравится заниматься, с детьми нравится работать, воспитывать их, готовить бойцами становиться. И с 2004-го года я полностью занялся тренингской работой. С какого возраста берете деток? Ну, разрешается у нас боксировать с 12 лет. Ну, я стараюсь брать детей где-то лет с 9-ти, с 10-ти. Чем может проявлять тайский бокс ребенка? Красоту. Стиль тайского бокса. Красивый поединок и мужественный поединок. Девочек берете? Да. Девочек берем. Ну, что-то последний, наверное, год девочек у нас нет. Как вы вообще сами относитесь к тому, что девочка в тайском боксе? У нас был разговор с тренером просто по боксу, да, по классическому. Он тоже был против того, что девочки в боксе. Ваше мнение? Я тоже против, чтобы девочки боксировали по тайскому боксу. Для себя они могут заниматься. Для себя могут заниматься, потому что это здоровый образ жизни. Ну, и смогут за себя постоять. А боксировать, конечно, я тоже против. Почему такое мнение? Почему девушки в 21 веке феминизм процветает вовсю? Почему вы против? Ну, тайский бокс – это для мужчин. Женщина должна быть женой, мамой, но не бойцом. Работаем легко, спокойно и аккуратно. В случае, если вас будут атаковать ногами, бить по ногам, можно поставить блок от лоу-хитта. Попадает кость-кость, голень-голень, и противнику получается больно. Также, если идет левая нога, вот это лба. Вот такая защита. Мне тоже будет больно в таком случае, да? С непривычки, да. С непривычки, да. Ну, и тем не менее, тоже человек, который вас бьет, тоже может даже испугаться, подумать, что вы подготовленный спортсмен, который смог поставить блок от лоу-хитта. Попробуйте. Давайте. Так, вот этой ногой, да? Вот этой ногой, да. Давай еще раз. Надо сориентироваться, где какая нога. По очереди. Богдан, подожди. Давай левой, а вы ставьте блок вот этой ногой, правой. Раз. Мне кажется, я слишком... Нет, это вы отдаете мышцу, надо вот сюда попало, вот сюда, да. Еще раз правой, 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 Богдан, попробуй, правой ногой, на левую. Вот так, да. Вот так. А почему именно эта область? Она более жесткая, более набитая, и поэтому удары, ну, не будут сильно чувствоваться. Стойка более фронтальнее, Рома. Тайский бокс к Крыму сегодня. Какой он? Ну, благодаря президенту федерации тайского бокса Минемчукову Александру Ивановичу, он очень сильно сейчас развивается. В год у нас проводится более десяти стартов. Вот. Также ездим на чемпионаты России, Кубки России, Южно-Федеральный опор. Ну, и очень много детей, детей приходит. Вот 10, 11 лет, 12, 13, 14, 15 лет. Ну, вот. Сейчас мы надеемся, они у нас не бросят. Удача заниматься, перейдут в следующую возрастную группу. Дети, которые занимаются сейчас, отличаются чем-то от тех, которые были, допустим, лет 10 назад? Да, да. Нынешние дети слишком, такие, знаете, нежные. Нежные, мягкие, да. С ними надо очень аккуратный подход к ним. Раньше дети были жестче, крепче и намного сильнее, конечно. У них была цель, именно цель быть бойцами. Сейчас дети так приходят провести время. Как вы думаете, что поменялось за эти 10 лет? Почему так? Ну, что сказать, тяжелый вопрос, что сказать. Да, что поменялось. Образ жизни поменялся. У меня есть, был мальчик, Асман Сираджаев, двукратный чемпион мира в Бангкоке, в Таиланде становился. Весовой категории 63,5 килограмма. В 2012 году он был признан лучший спортсмен крымско-татарского народа. Сейчас у нас также есть результаты, конечно. Сейчас в Российской Федерации тяжелее нам выйти на серьезный уровень, чем при Украине. Результаты у нас... Ну, чемпионы Крыма есть, есть ребята, участвовали на Южнофедеральных округе на отбор на первенство России, занимали призовые места. Ну, сейчас надеемся, подготовимся. 26 марта в Сочи будет проходить чемпионат первенства России. Быстрее, Данил, быстрее наноси. Идет прямой удар правой ногой в живот. Вы берете крест-накрест, ногу сбиваете. Левая нога тоже крест-накрест, видите, левая ловлю, и его сбиваю. Просто сопровождая его. Да, сопровождаете его. Да, вот идет правая, вы его сбиваете. И так же можно потом контратаковать. Левая сбили, и потом контратака идет лоу-кик. Правая... Багнад, останавливайся задом. Контратака лоу-кик. Попробуйте. Ну, давай. Правая, аккуратненько, не спеши. Правой рукой. Ага. Нет. Вот этой рукой. Вот туда его прокатываете. Проталкиваете от себя. Левая. Проталкиваете от себя. Правая. И вот так. Да. Давай еще. Мне уже понравилось. И прямо его раскрутить, чтобы его равновесие он потерял. Ногами. Прямые удары ногами. Каждый спортсмен – это история крымских побед и стремления, о которых следует помнить и знать. С вами была Анастасия Бойко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова